МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В связи с этим анонсировано, что следующая встреча в трехстороннем формате состоится в следующем году в Грузии. Израиль и палестинская группировка Хамас завершили четвертый этап обмена заложниками. Власти Израиля освободили из тюрем 33 палестинца, а Хамас освободил 11 израильских заложников. В Ташкенте состоялась первая международная конференция по вопросам внедрения экологического, социального и корпоративного управления. Реформа в этой сфере послужит стимулом для инвесторов в развитии государственного сектора Узбекистана. Сегодня идет процесс регионализации и поляризации, то есть на так называемом глобальном юге идет формирование нового геополитического пространства. Азербайджан же является локомотивом новых идей и инициатив в регионе. Об этом заявили гости передачи аспекта иностранных дел. По мнению экспертов, успех Азербайджана на мировой арене волнует многие страны, в особенности Францию, которая не может примириться с тем, что многие процессы в регионе проходят без ее участия. Глобалисты в последние годы пытаются реализовать свое видение мирового устройства, что влияет на общий ход геополитических событий, причем не только на евразийском пространстве. Они, исходя из своей позиции, высказывая свою точку зрения, по сути, предлагают новые модели управления всемирным цивилизационным процессом. Дело в том, что движение неприсоединения, которое до председательства Азербайджана, была, своего рода, такая формальная структура, где собирались, о чем-то говорили, не было никаких заявлений. Сколько лет мы не видели? То есть, достаточно формализованная или формальная структура была, так или иначе, хотя изначально она создавалась именно где-то в противовес ООН, где-то в противовес ООН. Почему? Потому что уже сегодня движение неприсоединения, благодаря в том числе и председательству Азербайджана, и тех стран, которые нас очень ярко и достаточно эффективно поддерживали на платформе вот этого движения, это движение превратилось по своей значимости и по своей мощи во вторую платформу, во вторую структуру всемирного значения после ООН. Азербайджан, Турция и Грузия намерены расширять военное сотрудничество. В Баку состоялась 10-я встреча министров обороны трех стран. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, нацеленных на усиление региональной безопасности. А тем мы продолжим с нашим гостем. К студии подключается Вахтанг Моисая, профессор-военный политолог. Доброе утро, господин Моисая. Доброе утро, приветствую, ваши телевизоры и вас. Благодарю. Итак, переходим к теме, в чем значимость наращивания сотрудничества именно Азербайджана, Грузии и Турции, и именно в военной сфере. Данная инициатива и данное, как говорится, сотрудничество является новым витком налаживания отношений на региональном уровне и усиления региональной безопасности в контексте новых асимметрических военных вызовов, которые сейчас как раз полны в нашем регионе. Это тяжелый терроризм, это и легальная миграция, это перевозка незаконных вооружений и наркотиков и так далее. Так что особенно, как говорится, это еще идет в контексте и агрессивного сепаратизма, который, по сравнению, Азербайджан с этим справился. Я поздравляю вас с этой победой, которую вы одержали над этим, я бы сказал, мировым взлом. Но, к сожалению, Грузия и Турция, еще так сказать, проявляются такие моменты в военном контексте. И что самое интересное, что данная инициатива была, естественно, начата Азербайджаном. Так вы знаете, президент Азербайджана Хамалиев в свое время, как говорится, вел инициативу о создании новой системы безопасности, только кавказского треугольника, и которая дала свои, как говорится, позитивные плоды. Потому что данная инициатива – это фактически новый вид военно-политического сотрудничества, который базируется на принципе безопасное сотрудничество, и это, естественно, отличается от тех, например, военно-политических блоков, которые создаются в мире. Потому что это как раз является новым витком военно-политического сотрудничества, который направлено против третьих государств. И этим оно отличается от других инициатив. Я думаю, что как раз в рамках кавказского треугольника, я думаю, что будут развиваться и другие инициативы других региональных безопасностей, в том числе и Центральной Азии, в том числе и Юго-Восточной Европе и так далее, которые как раз приведут к тем результатам, которые как раз базируются на этом принципе. То есть это принцип безопасное сотрудничество, которое сейчас очень популярно, как говорится, на глобальном уровне. И в этом контексте Азербайджан является одним из лидеров и является главным витком продвижения этого направления. То, что самое главное, что одно из интересных направлений является и вопрос энергетической безопасности. То есть, то сейчас очень важно в контексте защиты нефтепроводов, которые сейчас проходят на территории Южного Кавказа, которые объединяют все эти три государства. То есть, Грузия, Турция и Азербайджан. Что могут страны предложить друг другу в рамках этого трехстороннего сотрудничества? И в особенности хотелось бы поговорить о роли именно фактора кибербезопасности. Ведь, насколько мы знаем, ожидается проведение совместных учений именно в этом направлении. Да, это естественно. Я потом говорю, что как раз этот, я бы сказал, союз направлен как раз для того, чтобы справиться с новыми видами угроз военной безопасности, это асимметрические военные угрозы. Естественно, в этом контексте кибертерроризм и кибервойна являются новыми, я бы сказал, витоками, как говорится, угрозами. Я думаю, что в рамках этого сотрудничества как раз можно уже говорить о новой модели военного сотрудничества, который, еще раз хочу подчеркнуть, направлен против трехсторий. Это самое важное, очень самое интересное. И я думаю, что сказать, что наш регион является лидером в развитии такого сотрудничества в военном контексте, который сейчас объединяет наши три государства. Стратегические союзники. Вот это самое интересное. Как вы считаете, как отреагируют некоторые из соседней страны на военное сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией? По-моему, абсолютно, как говорится, адекватно, потому что оно не направлено против других государств. Это самое важное. Я думаю, что потенциал военного сотрудничества в рамках Талкасского треугольника возможности, так сказать, в продвижении таких инициатив, например, каком является военное посредничество, военная дипломатия, в том числе проведение безотворческих операций, которое сейчас очень важно в контексте тех военных конфликтов, которые происходили в нашем регионе. Я думаю, что как раз этот опыт другие государства тоже могут использовать в теле наращивания стабильности и безопасности в других региональных направлениях. Как формирование подобного блока может воспринять такой игрок, как США, например, или другие представители Запада? Как раз система военной безопасности США и даже блока НАТО тоже жидится на безопасность сотрудничества. Так что я думаю, что здесь очень многого общего. Я думаю, что как раз возможно даже сотрудничество данной троицей с североатлантическим блоком на основе добра соседа, на основе равноправия и налаживания тех общих, как говорится, военного опыта, которые были совокуплены в рамках десятилетнего развития этого союза, в том числе развития миротворческих операций и других видов военных операций, которые сейчас очень актуальны в нынешнее время. Насколько важна для Грузии также перспектива сотрудничества с Турцией, которая является членом Альянса НАТО? Ну, конечно, я об этом и говорю. Потому что как раз это возможно быть, как говорится, в том, что в Турции появится новая миссия, новые обязанности вне, так сказать, контекста 5-й статьи Вашинорского договора, который именно подразумевает наращивание военной стабильности и военной безопасности. Он на оригинальном уровне. Я думаю, что как раз у НАТО появляются новые шансы в лице Турции. А тем более, что Грузия как раз тоже наращивает свои отношения с северо-планетическим блоком. Как вы знаете, у нас есть специальные конструкционные привилегии, по которым Грузия должна стать членом НАТО. Это статья 78. Я думаю, что тоже наращивает свои отношения к контексте НАТО в рамках IPAP. Я думаю, что данное направление, особенно учитывая то, что на северо-планетическом, как говорится, пространстве, очень актуальны проблемы энергетической безопасности. И я думаю, что как раз опыт Грузии, Азербайджана и Турции в этом абсолютно будет совместимы и будет актуальны для руководства северо-планетического блока и, в частности, для США. Не кажется ли вам, что это может пойти в родину с интересами других региональных игроков? Я думаю, что оно будет в родину с другими региональными игроками. Как говорится, Россия и Иран, потому что, как говорит, в отличие от этого союза, тот союз, который был сформирован еще в 2015 году, я имеющее Россия, Иран и Сирия, я думаю, что как раз в отличие именно от этого, как говорит, союза, наш, я бы сказал, союз в рамках Турции, Азербайджана и Грузии является абсолютно миротворческим и способствует развитию наращивания национальных интересов всех троих государств и абсолютно направлен на создание мирного существования в нашем регионе, каковым является Южный Кавказ. И для других, так сказать, регион тоже, которым каковым является еще Ближний Восток. Так что я думаю, что в этом контексте проблема, значит, борьба с асимметрическими военными угрозами, продвижение идей энергетической безопасности в военном контексте и наращивание, так сказать, военного сотрудничества за укрепление обороноспособности всех троих государств является главным витком составления и принципа той региональной безопасности, которая приведет к миру и стабильности в нашем регионе. Господин Моисай, также в последнее время мы наблюдаем такой глобальный тренд регионализации. То есть, отдается предпочтение уже объединению более региональной альянсы. Считаете ли вы этот вариант более выигрышным, чем такие громоздкие объединения, как тоже НАТО или ООН, например? Ну, думаю, потому что региональная безопасность имеет свою специфику, особенно рассказать в нашем регионе. И особенно как раз по классификации Дзигла Бжилинского, как раз в свое время, как говорится, обозначил как бы Евразийский Балкан. И, к сожалению, Южно-Кавказ входит в зону стабильности и нестабильности на глобальном уровне. Я думаю, что как раз вот такой вид региональной безопасности будет способствовать продвижению тех принципов, на котором, так сказать, объединены все три государства. Я думаю, что как раз Бакинское встрече и потом уже позже Тбилисское встрече тоже будет как раз способствовать налаживанию диалога и военной дипломатии. В новый, так сказать, момент мы можем подчеркнуть налаживание военной дипломатии, которое будет пособствовать, еще раз хочу подчеркнуть, налаживанию стабильности и мира в нашем регионе. Что очень важно, потому что как раз это является тем примером, как можно обуздать такие вызовы, с которым как раз встречаются наши государства. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, это афематические военные угрозы, которые еще давляют на уровне, на всех уровнях безопасности, то есть на глобальном, региональном и на локальных уровнях. Также была анонсирована уже следующая встреча, которая пройдет в Тбилиси. Какие у вас ожидания от именно Тбилисской встречи? Я думаю, что как раз уже пора как раз создавать институционную форму этого союза, уже создать соответствующий, как говорится, устав этой организации и уже объявить о создании нового типа военно-политической союза, как раз который будет основан на этом принципе. А еще я хочу подчеркнуть о принципе безопасность сотрудничества. Я думаю, что как раз форма институционизации и налаживания формальных отношений дадут свои позитивные результаты в скорейшем будущем. И я думаю, что подсказать и то, что Азербайджан справился с теми задачами, которые были поставлены в контексте борьбы с асимметрически военными угрозами, я думаю, что с теми же проблемами будут, естественно, тоже справляться и Грузия, и Турция. И еще это будет еще налаживание взаимовыгодных отношений с другими, как говорится, монополитическими организациями, каковыми являются, например, НАТО и ООН, у которых есть свои, как говорится, специфические задачи в наращивании и укреплении глобальной безопасности. То есть формула оригинальной безопасности сравняется к глобальной безопасности. Я думаю, что вот эта формула как раз подойдет в развитии данного военно-политического союза, уже на формальном уровне. Благодарю, господин Моисай, спасибо. Потому что Грузия и Азербайджан не имеют такой опыт в рамках Куама, как вы знаете. Так что я думаю, что как раз это тоже будет как раз в унисон с этими инициативами. Да, мы тоже будем надеяться на продолжительное, продуктивное развитие этого сотрудничества. Благодарю за ваш комментарий, господин Моисай. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. На прямом подключении со студии был Вахтанг Моисай, профессор-военный политолог. А мы продолжаем наш выпуск. Председатель правления Центра анализа международных отношений в Азербайджане Фарид Шафиев призывает специального докладчика ООН, аргентинского правозащитника Фабиана Сальвиоли, провести беспристрастное расследование военных преступлений, совершенных в 90-е годы членами армянских воинских формирований. Многие из них живы и до сих пор не понесли за содеянное никакого наказания. В том числе два бывших президента Армении Роберт Кочаряна и Серж Сархисян. Аргентинские правозащитники проявляют большой интерес к Армении. Об этом в соцсети ИКС написал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Публикация была сделана после того, как стало известно о недавней поездке адвоката Фабиана Сальвиоли в Армению. Фарид Шафиев справедливо опасается, не станет ли Сальвиоли новой версией скандально известного экс-прокурора Международного уголовного суда Луиза Морена Акампо. Как считают эксперты, программа «Визита в Армению» предполагала посвящение Фабианы Сальвиоли лишь в те тайны, которые угодно армянской диаспоре, открыто не поддерживающей путь к мирному договору между Баку и Ереваном. Большие средства диаспора выделяет на своё лобби платиноамериканские страны, в первую очередь в Аргентине. У них такая политика диаспоры, из-за этого они больше всего, я бы сказал, 70% проектов, это влияние на политическую систему, это бюджет, определенный бюджет. Они где-то в год, если, скажем, у какой-то организации, если, например, 3 или 4 миллиона в год, например, есть какой-то бюджет, то 2 миллиона они выделяют на реализование то есть определенных проектов для пропаганды, своей же пропаганды. И больше всего они выделяют деньги на средства массовой информации. Не исключено, что армянская страна потрудилась и над соответствующей обработкой Фабианы Сальвиоли. На встрече в Ереване ему были представлены вымышленные доказательства вымышленных этнических чистых, якобы учиненных Азербайджаном в отношении покинувших Карабах армян. Эти визиты они часто, они часто, то есть это не как-то неношенство, потому что они часто реализуются со стороны Аргентины, со стороны Армении, потому что есть определенный план армянской диаспоры. То есть есть телевидение, радио армян, которое именно функционирует в Аргентине, но они хотят создать определенную сеть во всех латиноамериканских странах, образовать сеть телевидения, то есть армянская телевидение на армянском языке и в том числе на испанском языке, чтобы вести свою сильную пропаганду. и таким же образом подействовать на определенные международные организации, в том числе ООН. Армянская пропаганда весьма шаблонна, проста и действует линейно. Используя одинаковые механизмы, они меняют лишь лица, которые фигурируют в этих схемах. Эксперты уверены, что Сильвиолин намерен идти по стопам своего соотечественника Окампо. Проблема лишь в том, что этот путь приведет к ухудшению отношений с Азербайджаном и затормозит процесс построения мира. Сара Лиева, CBC. Представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби приветствовал продление гуманитарного перемирия в Газе еще на два дня. Кирби подтвердил, что сделку заключили таким образом, чтобы каждый день Хамас освобождал не менее 10 человек. По его словам, США надеются, что в итоге пауза будет продлена. Это, в свою очередь, будет зависеть от освобождения бойцами палестинского движения большего числа заложников. Эта гумпауза уже привела к прекращению боевых действий и увеличению объемов гуманитарной помощи. Теперь же, в рамках ее продления, Хамас обязался освободить еще 20 женщин и детей в течение следующих двух дней. Конечно, мы надеемся на дальнейшее продление перемирия. И это будет зависеть от того, продолжит ли Хамас освобождать заложников. Президент Байден был вплотную вовлечен в этот процесс и в последние дни. Ранее он общался с эмиром Катара, а затем переговорил об этом и с премьер-министром Израиля Бенемином Нетаньяху. О продлении гуманитарной паузы в Газе на два дня ранее сообщил Катар, который выступал посредником в переговорах между Израилем и Хамас. В соответствии с новым соглашением, 50 израильских заложников будут освобождены в обмен на 150 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а грузовикам с гуманитарной помощью будет разрешен въезд в Газу. Группа из 11 израильских заложников вернулась на территорию своей страны. Об этом накануне сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля. Заложников сопровождали спецназ «Цахал» и силы Израильской службы безопасности. В обмен на 11 заложников, как и было условлено ранее, Израиль освободил 33 палестинских заключенных. А подробнее эту тему мы обсудим с нашим гостем. К студии подключается Махмуд Аль-Афанди, политолог из Сирии. Доброе утро. Вам доброе утро и всем зрителям. Благодарю вас. Итак, реализуется договоренность об освобождении заложников между Израилем и палестинским движением «Хамас». Как на родине встречают освобожденных палестинских заключенных? Конечно, начинается какая-то радость, но смещенность с грустностью. Это освобождение. Стена очень дорогая, убита. Очень много медных людей, очень много женщин, очень много детей. Война, как называется, это бесцельная война. Война уничтожила очень много домов, очень много инфраструктуры. И это означает того, что когда освобождается палестинский заключенный, смещенное чувство, чувствуют палестинцы, это цена вот этого, как называется, освобождения заключенных, которые… Мы не забудем, что они арестовали, когда они были маленькими, но детей, женщины… Идет эта вещь о освобождении женщин и детей из тюрьмы израильских. Без никаких доказательств суды были, вообще никакой суды была арестована, как называется, для страховки. Это означает того, что это чувство смещено, как я сказал, грустности. И плюс Израиль, она изобретила никакие отмечания вот этого освобождения до того, чтобы не поднимать дух палестинцев. И знаем, что этот палестинский дух пытается Израиль в течение 70 лет уничтожать. Знаете, что есть оккупант, который постоянно пытается уничтожать врага, уничтожать палестинский народ. Того, чтобы исходить сейчас, это смещение чувства, никак не может палестинцы определять, радостно или грустит. Но цена очень дорогая, освобождение. Но это для того, чтобы произошло сейчас, это результат тубиковой войны, которая начала. Я понимаю, что Хабас начала операцию, но эта операция, она начала за того, что находится в 70 лет. Вот, например, Газа, например, это тюрьма, самая большая тюрьма, открытое небо. Безошло несколько ошибок, но это не означает того, что должны отвечать весь народ Газа. Тубиковая война дошла до того, что руководство Израиль, она пыталась уничтожить Хамас за 50 дней бомбардировки. Что, какие результаты мы имеем? Имеем разрушенная инфраструктура, разрушен город, много убитых. Но Хамас, она осталась, никуда не исчезла. Плюс того, что Израиль не могла за 50 дней не освободить ни одного заключенных, хотя это цель войны сначала освободить, как называться, те, которые захватили полостейцы. Но они не могли не освободить ни одного человека только через переговоры. Поэтому это как раз война должна заканчивать с переговором. И, в конце концов, должна решаться вопрос о существовании двух государств. Обязательно должны существовать двух государств для решения этого вопроса навсегда. Но мы знаем, что США, она пытается в течение 70 лет, этот вопрос не поднимает. Она хочет, чтобы создать именно Израиль. Балстыня не должна быть существовать на основании того, что она осталась на этом районе. Как раз Израиль, ее нахождение в Ближнем Востоке означает, что Америка может через нее влиять на всех арабских государств. Я знаю, что эти арабские государства, они очень богаты ресурсами, очень богатой нефтой. Поэтому это как раз инвестиции на США. Блокирование постоянно блокирование Балстынского государства, и как решение ООН про 67-го года, оно означает того, что этот конфликт продолжается, и будет продолжаться, пока не решается этот вопрос. Поэтому сейчас война у нас тубиковая, никаких целей не достигнуты с двух сторон. Поэтому обязательно надо остановить эту войну путем переговора. Больше никакого решения не может быть. На ряду с этим также вступило в силу временное соглашение о прекращении огня. Какая на самом деле сейчас обстановка в Газе? Действительно ли она спокойная? Конечно, она спокойная, но она до сих пор люди ищет. Вот за Ваном очень много людей. По паре безвестий около 7 тысяч человек. Из них, кстати, 5 тысяч детей и женщин пытаются искать. Но вряд ли они кого-то найдут, потому что никакой техники нет. Гуманитарная помощь, она есть, но она очень сравнилась с таким количеством разрушений, которые в Газе. Она очень малая, техника малая. Израиль не разрешает топливо в большом количестве, которые работает, техника. Не разрешает, но если считаем 10 грузовиков, 10 цернов, из топлива это не хватает на сектор газа. Нужны много-много, очень много коммунитарной помощи. Ситуация очень коммунитарно-катастрофическая, это вам скажу. Никак в Газе не может людей искать. Людей не хватает ни еду. Близ того, что началась, как называется, холода теперь, нужно очень большое количество медикаментов. Не хватает, не хватает. Больницы разрушены. Поэтому пытаются в арабские страны, посылают, как называется, медикаменты и все, что необходимо. Но это очень мало, которое сейчас заходит. Но 60-70-100 грузовиков в день для сектора, который практически на 70% разрушен инфраструктура. Это точно, эта цифра очень маленькая. Моя идея важна 1000-1200 грузовиков в день, чтобы она могла обеспечить то, что людей находится. Ну, например, Газа – это очень маленькая территория, 360 километров. В нее находится 3 миллиона человек. Теперь север Газа – все разрушено. Юг Газа – это всего 120 километров. 120 километров живет, представляете, там 2 миллиона человек. Это катастрофа. Это катастрофа, гуманитарная катастрофа. Дома разрушены. И плюс того, что в юге Газа тоже есть разрушенная территория. Поэтому очень надеется, что эта гуманитарная пауза, которая, я думаю, продлится очень долго, разрешит этот вопрос политическим бытем и разрешает уже, как называется, гуманитарную помощь. Плюс возвращение и строит еще раз. Потому что тут, что находится, мы говорим, на каждом человеке, по идее, должен быть 6 квадратных метров. В Газе каждый метр живет 6 человек. Это вообще очень маленькая территория, она находится очень много людей. Поэтому гуманитарная помощь должны больше и побольше, но в 10 и 20 раз. Я думаю, это ООН, это ее задача, должна увеличивать гуманитарную помощь, должна уговорить руководство США, уговорить руководство Израиля о разрешении, что машина была побольше, и гуманитарная помощь была побольше в секторе. Вы сказали, что ожидаете дальнейшего продления этого соглашения, однако считаете ли вы, что оно может перерасти в более долгосрочное перемирие, учитывая, что Израиль заявлял свои цели как полное уничтожение Хамаса? Насколько вы считаете это возможно? Именно установление долгосрочного перемирия? Я думаю, уничтожение Хамаса, это невозможно. Потому что как раз, как Ирон Маск, я видел его высказывание, очень интересно, говорит, каждый убитый ребенок в Газе не рождает четыре Хамаса. Поэтому этот ветот, который убивает людей, уничтожает людей, дикторина. Давайте возвращаем дикторину Израиля. Израиль, она из 1948 года, она воюет, она как воюет, она убивает людей для устрашания военных, а не подавит восстание. Поэтому то, что она такой метод до сих пор использует, это нечего развлечать ситуацию. Поэтому уничтожение Хамаса, я думаю, это цель не достигнет. Начали израильские, сейчас израильские СМИ начали говорить, а не уничтожение Хамаса, а уменьшение ее силы. Это означает того, что эта цель недостигает, это невозможно достигнет. И плюс того, после 50 дней войны, давайте вспомним, что все войны, которые воевал израиль, это всего война 4-5 дней. Израиль не привыкла к войне и длинной войне. Поэтому достигать такие цели в короткий срок, даже 4-5-6 месяцев, ничего не дает. Давайте посмотрим, 100 дней, 50 дней после начала операции израиль. Даже она не пришла ни к 1 месте, где Хамас могла избраться. До сих пор, до последних дней, предпримяли, ракеты улетели из Газы в сторону Израиля. Они не могли не уничтожать ни Хамас, ни ее инфраструктура, ни военная инфраструктура. Это получается, они в тупике. Поэтому, я думаю, Израиль думает о информационной победе. Ну, как называется информационная победа? Как случилось в Ливане в 2006 году, когда тоже Израиль началась война в Ливане, 30 дней не смогла победить Хезболлах. Потом она информационные планы превращала, что она уменьшала ее силы и вышла, как это за войну победителей через СМИ. Я думаю, что сейчас Израиль ищет такой же метод, поэтому ищет, как она может ввести сухую из воды, как можно и уничтожать, как называется, израильские силы перед СМИ. Поэтому они ищут информационные победы, не ищут победы на земле. На этой земле это невозможно. Поэтому, я думаю, Израиль сейчас пытается как-нибудь превращать эту войну в информационный план, что могли они уничтожить лидера Хамаса, могли уничтожить какое-то количество людей. Ну, сделать атмосферу информационную, чтобы они победили. Но чтобы достигать военным бытием именно того, что они уничтожат Хамаса, я думаю, это невозможно. На прямой связи со студией был Махмуд Аль-Афанди, политолог из Сирии. А мы продолжаем. Конфликт между Израилем и Хамас можно было бы предотвратить в случае невмешательства США. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани. По его словам, Соединенные Штаты не проявили сильной воли для предотвращения, цитата, преступных действий сионистского режима. Канани от имени Ирана выразил надежду на то, что международное сообщество предотвратит нарушение режима прекращения огня, ответственность за которое Тегеран возлагает на израильское руководство. У США была возможность повлиять на сионистский режим, чтобы предотвратить совершение преступлений против беззащитного народа Газы в течение этих 48 дней. Учитывая тот факт, что сионистский режим не добился стратегического успеха, продолжая свои преступления, он стремится добиться ощутимой победы. Мы надеемся, что международное сообщество не позволит сионистскому режиму нарушить режим прекращения огня и совершить очередные преступления против палестинского народа. Отвечая на вопрос журналиста об очередной эскалации на Ближнем Востоке, Насер Канани подчеркнул, что Иран не имеет к произошедшему никакого отношения. Мы не причастны к данным событиям. Это разумная реакция групп сопротивления в регионе на неконструктивную и незаконную роль США по поддержке преступлений сионистского режима против угнетенного народа Палестины. Протесты миллионов людей разных национальностей по всему миру – в Азии, в Африке, Европе и в самой Америке – показывают, что поддержка Палестины приобрела глобальные масштабы. Палестинский народ имеет право самостоятельно решать свою судьбу. Полиция канадского города Менреаль начала расследование по факту нападения на один из местных еврейских центров. Неизвестный злоумышленник бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, и она разбилась о входную дверь. В связи с инцидентом пострадавших нет. Ранее в начале ноября неизвестные несколько раз обстреляли в Монреале две еврейские школы. Тогда также никто не пострадал. Полиция считает, что эти инциденты связаны с обострением Палестины-Израильского конфликта. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также назвал обстрел образовательных учреждений, где обучаются еврейские дети, преступлением на почве ненависти, и призвал канадцев быть сдержанными с учетом ситуации на Ближнем Востоке. Одной из главных задач НАТО является недопущение разрастания конфликта в Украине. Об этом на пресс-конференции перед встречей глав МИД Альянса заявил генсек НАТО Йенс Толтенберг. Он также напомнил позицию всех стран Альянса относительно невозможности полноценного членства Украины в НАТО во время боевых действий, но подчеркнул, что в рамках подготовки к саммиту в Вашингтоне в июле 2024 года связь Украины и НАТО должна стать крепче. Он также пообещал продолжать оказывать поддержку Украине оружием, несмотря на провал наступления вооруженных сил Украины. У НАТО есть две основных задачи относительно агрессии России против Украины. Первая – предоставлять поддержку Украине, и мы делаем это с начала войны. Многие страны НАТО предоставляли помощь Киеву еще до начала полномасштабного вторжения. Другая главная задача – не допустить, чтобы конфликт превратился в полномасштабную войну между Россией и НАТО, поскольку это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям. Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая состоится 26 июля 2024 года, небо над городом будет закрыто по соображениям безопасности. С 19 часов до полуночи ни один самолет не сможет взлететь или приземлиться в парижских аэропортах, кроме воздушных судов чрезвычайных служб. По данным СМИ, министр транспорта Франции Клемен Бон заявил, что авиакомпаниям, профессионалам и частым лицам будет предложено отложить свою деятельность или обойти небо над Парижем в течение рассматриваемого периода. Во время проведения Олимпийских игр в 2024 году могут быть созданы и другие беспилотные зоны для защиты объектов в городе. Ранее 3 октября СМИ сообщали о нашествии клопов в Париже, что создает ему плохую репутацию грязного города перед проведением спортивных соревнований. А мы продолжим наш выпуск экономическими новостями, о которых расскажет моя коллега Салат Инмерзаева. Узбекнефтегаз совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана в Кашкадарьинской области Узбекистана реализует проект производства химических реагентов и нефтегазового оборудования, говорится в сообщении узбекской компании. Планируется наладить производство химикадов и буровых растворов, которые в настоящее время импортируются. Кроме того, будет рассмотрена возможность разработки оборудования для капитального ремонта скважин и оказания услуг по складированию и распределению компонентов для буровых и топонажных растворов, используемых при разработке месторождений. Встреча делегации «Узбекнефтегаз» и экспертов научно-исследовательского проектного института «Нефтегаз» компании прошла в Баку. Обсуждена подготовка предварительного бизнес-плана проекта. За 10 месяцев текущего года под трубопроводу Баку-Тибилиси-Джейхан через территорию Турции было перекачано 190 миллионов 700 тысяч баррелей нефти. Это на 3% превышает показатели за аналогичный отчетный период 2022 года. В том числе в минувшем октябре через БТТ по территории Турции было транспортировано 19 миллионов баррелей нефти. Согласно отчету, это на 8,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. В настоящее время по трубопроводу Баку-Тибилиси-Джейхан в основном транспортируется нефть из Азербайджана, добываемая на блоке месторождений Азеричирак-Гюнашли и конденсат с месторождения Шахданиз. Кроме того, по коридору прокачивается и сырая нефть с конденсатом других стран Туркменистана и Казахстана. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан достигли положительного сдвига в энергетическом сотрудничестве, потенциал которого огромен. Об этом СБС заявил эксперт в области энергетики Алмаз Абилдаев. Три страны договорились о подготовке технического задания и создании совместного предприятия по экспорту зеленой энергии в Европу. Особое внимание уделено возможности транспортировки водорода и аммиака в ЕС, для чего надо создать сопутствующую инфраструктуру. Вопрос реализации и рентабельности таких проектов – предмет работы Министерства энергетики трех стран. Говоря о создании водородного коридора, необходимо учитывать риски проекта и его преимущества, а также оценить, какой вид водорода более выгоден для производства – из газа или зеленый. По мнению эксперта, потенциал сотрудничества трех стран в этой области огромен, и он принесет значительные выгоды всем участникам инициативы. Соглашение было достигнуто на встрече министров энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана. Вот этот зеленый сотрудничество, сначала я бы, как более прагматичная сторона, предложил бы использовать все-таки водород из газа сначала. Потому что в Европе есть страны, которые не смотрят этот зеленый водород или там голубой водород из газа, да? Поэтому, учитывая геополитический шторм и энергетическая безопасность Европы под вопросом, они, я думаю, водород из газа тоже будет рассматривать как покупной. И вот это наше сотрудничество должно сначала переговоры с покупателями, должны быть проведены. Потом водород должен превратиться в биржевой товар. То есть это на 20 лет вперед, на перспективу, по идее. Но в принципе, как эксперты это приветствуют. Но как это будет исполнено с технической и реальной стороны, мы будем наблюдать в будущем. проект газового хаба в Турции инициировал президент России в октябре прошлого года. Цель – доставлять российский газ в Европу. Эксперты считают, что частично хаб уже работает без формального запуска. Российское сырье поступает в Турцию, где его выкупает компания «Ботаж» и другие трейдеры и перепродают в другие государства. «С румынской компанией были достигнуты договоренности, с молдавской. В Болгарию, соответственно, в Грецию, то есть в страны Юго-Восточной Европы через посредничество турецких компаний и так поступает российский газ. Самый яркий пример – это, конечно, Болгария, которая отказалась приобретать газ по контракту с «Газпромом», потому что не захотела переходить на рублевую схему расчетов в 2022 году. И напрямую по контракту с «Газпромом» не получает газ, но трубопроводные поставки осуществляются через турецких, греческих и даже сербских трейдеров». Полноценная идея газового хаба может быть реализована только после организации биржевых торгов, считает эксперт. Инициатива в интересах России, так что задержка в реализации проекта может быть связана с разными позициями Анкары и Москвы относительно условий деятельности будущего центра, продолжает экономист. «Турция, наверное, заинтересована в том, чтобы подписать долгосрочный контракт с «Газпромом», чтобы иметь гарантии дохода от подобных услуг. Например, подписать контракт по формуле «рыночная цена минус какую-то сумму денег», чтобы продавать по рыночным ценам и гарантированно получать маржу, то есть прибыль. Россия же и «Газпром» заинтересованы в том, чтобы просто Турция создала площадку для торговли с российским газом, а дальше уже «Газпром» мог бы продавать этот газ непосредственно европейским компаниям, сам с ними напрямую торгуясь через биржу. В Ташкенте собрались эксперты инвестиционных компаний, международных финансовых институтов и государственных организаций для обсуждения внедрения экологического, социального и корпоративного управления. Это позволит лучше привлекать инвесторов в развитие государственного сектора Узбекистана. Сейчас в стране активно идут реформы по внедрению корпоративного управления в госкомпаниях стратегического значения. Это структура энергосектора, коммерческие банки и акционерные общества в сфере транспорта и логистики. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Узбекистане Манзуры Хасановой. В связи с нарастающими рисками изменения климата инвесторы все больше акцентируют внимание на устойчивости компаний. Ключевые управленческие компетенции включают в себя улучшение инвестиционной привлекательности через последовательную реализацию принципов ЕСЖ и продуманное взаимодействие с инвестиционным сообществом. Это является особо актуальным для Узбекистана, который активно развивает свой частный сектор, привлекает иностранные инвестиции и проходит масштабный процесс приватизации, постепенно переходя к зеленой экономике. Первый международный воркшоп в Узбекистане нацелен на обсуждение конкретных шагов и инструментов, где руководители компании могут предпринять для выявления и реализации аспектов ЕСЖ, а также способы эффективной коммуникации этой информации инвестора. Сегодня обсудили именно применение принципов ЕСЖ в крупнейших компаниях в бизнесе в Узбекистане и перспективы, связанные с привлечением инвестирования. Поговорили также о практической стороне работы по принципам ЕСЖ, что это значит для компаний, какие планы, какие перспективы и какие практические шаги необходимо применять, что это в первую очередь создание долгосрочной стоимости акционерам, существующим, новым акционерам и не только самим акционерам, но и всему окружению, то есть и сотрудникам, и обществу, поставщикам, всему государству, где действуют компании, которые применяют принцип ЕСЖ. Дискуссия очень активная, заинтересованность большая. Я думаю, что в дальнейшем компании в Узбекистане будут активно идти по пути именно применения принципов ЕСЖ в своей деятельности. Внедрение ЕСЖ-метри как оценки экологической, социальной и корпоративной ответственности в стратегию развития бизнеса помогает, как говорят эксперты, снизить риски, повысить промышленную безопасность и улучшить социально-экономический вклад в развитие регионов. И рейтинги имеют ключевое значение, особенно в оценках международных рейтинговых агентств. Данная тема является очень приоритетной и актуальной для Узбекистана именно сейчас, потому что многие компании, частные, государственные, они сейчас как раз нуждают в этих инвестициях, и им нужно максимально эффективно подходить к этому вопросу. Многие инвесторы по всему миру, они ставят именно приоритеты, критерии по ЕСЖ. И по нашим исследованиям, которые мы проводим по всему миру, мы видим, что все больше и больше инвесторов, они реально оценивают высоко не только саму компанию, но и их акции, которые это напрямую влияют на их финансовые показатели, они высоко оценивают их долгосрочную перспективу, чтобы такие организации могли обеспечить им безопасной средой для инвестиций. На текущий момент мы видим, что в Узбекистане повестка ЕСЖ воспринимается и рассматривается и внедряется как позиция ответственного бизнеса. Это хорошо, здорово, это является критерием такой стадии начальной тире стадии становления, но при этом в рамках такого подхода к ЕСЖ повестке мотивы трансформации являются не всегда верными. Они не учитывают минимизацию нефинансовых рисков, которые важны для компании. Мы считаем и видим, что у Узбекистана очень большой потенциал, но для перехода к этому потенциалу необходимо именно наличие системы управления ЕСЖ повесткой. Да, ЕСЖ повестка в Узбекистане только набирает обороты. Зачастую данный принцип внедряют в крупных компаниях B2B сектора, которые входят в правительственный проект по приватизации и подготовке к выходу на IPO. За последние два года подписано свыше 20 документов, регулирующих сферу устойчивого развития. Тавооборот Казахстана и Китая демонстрирует высокие показатели. В прошлом году он увеличился на 35% и превысил 24 млрд долларов. Динамичный рост продолжается и в текущем году, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на переговорах с заместителем премьера Госсовета Китая Дин Сиасаном. По словам премьер-министра, за 10 месяцев взаимная торговля выросла еще на 24%. Такая динамика вскоре позволит достичь цели по увеличению того оборота до 40 млрд долларов. Смаилов подчеркнул важность расширения перечня совместных казахстанско-китайских проектов в области индустриализации и инвестиций. Также важное значение имеет подписание дорожной карты по программе торгово-экономического сотрудничества до 2026 года и актуализация соглашения по импортно-экспортным товарам. Казахстан заинтересован в наращивании экспорта сельхозпродукции в Китай и совместных перерабатывающих проектах в агропромышленном комплексе. Особо отмечена важность взаимодействия в транзите и транспорте. В Китае приступили к монтажу первой очереди подводного центра хранения и обработки данных. Несколько герметичных контейнеров с самым современным оборудованием установят недалеко от побережья острова Хайвань на специальной площадке на морском дне. По данным телеканала CCTV, производительность этого дата-центра должна составить примерно 60 тысяч обычных компьютеров. Это позволит обрабатывать более 4 миллионов изображений в высоком разрешении за 30 секунд. Китай планирует установить сотню таких блоков в течение пяти лет. В перспективе мощность центра станет эквивалентно 6 миллионам обычных компьютеров. Главное преимущество подводного дата-центра – высокая энергоэффективность. Использование морской воды для охлаждения заметно снижает расходы на обслуживание. Проект реализуется силами крупных коммерческих структур Китая совместно с государством. Расходы на строительство центра оцениваются в 879 миллионов долларов. Это были все новости в сфере экономики к этому часу. Лили? Благодарю Салатын. Напомню, что о наиболее актуальных экономических новостях рассказала моя коллега Салатын Мирзаева. А это были все новости к этому часу. С вами была я, Лили Гусейн-Ли. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова